Важные заявления об отношениях России и НАТО по итогам переговоров Сергея Лаврова с коллегой из Финляндии. На юге этой страны, а также в Польше и Литве, как раз сегодня стартовали международные маневры. Глава нашего МИДа напомнил, что на Балтике не существует угроз, которые могли бы оправдать рост иностранного военного присутствия. Журналисты обратили внимание, что Лавров был с перевязанной рукой. В пресс-службе ведомства это пояснили травмы при игре в футбол. И попросили не связывать с нагрузкой от десятков телефонных переговоров с иностранными партнерами, которым министру приходится повторять одно и то же в связи с обвинениями в адрес нашей страны. Сейчас вот запретена российская угроза, хотя я убежден, что все серьезные и честные политики прекрасно знают, что никогда Россия не будет нападать на какую-то страну члена Североатлантического альянса. У нас никаких планов подобного рода не существует. Я думаю, что в НАТО это прекрасно знают, но просто пользуются поводом для того, чтобы побольше техники и батальонов разместить прежде всего, как гарантию того, что Соединенные Штаты будут по-прежнему приглядывать за всей этой поляной. И эту же тему сегодня продолжил представитель Минобороны России. Игорь Коношенков прокомментировал серию заявлений, прозвучавших на Западе в последние дни. Они, по словам генерала, продолжают нагнетать антироссийские настроения по уже отработанному сценарию. Схема этого спектакля отыгрывается всякий раз по одному и тому же шаблону. Сначала официальные представители блока делают тревожные заявления о необходимости защитить альянс от внешней угрозы. Действие второе устрашающее. Из склепов вылазят пенсионеры холодной войны типа Майкла Макфола, бывший посол США в России, Виктора Эша, бывший посол США в Польше, или Уэсли Кларка, бывший командующий НАТО в Европе, с параноидальными лозунгами о возрождении империи зла и шулерскими расчетами, сколько часов продержится НАТО до полного разгрома русскими. И, наконец, действие третье успокаивающее. На сцену выходит генсек НАТО и заявляет о том, что слухи о беспомощности НАТО преждевременны. Однако налогоплательщикам стран-альянса необходимо сделать еще одно усилие для его укрепления. Финал. Русская угроза нейтрализована. Военные бюджеты стран НАТО увеличены. Безбедная жизнь натовской бюрократии в очередной раз защищена от нападок налогоплательщиков стран-альянса. Финита ля комедия.